Оливье Даедин, бокалы из-под шампанского пусты, но на этом Новый год не заканчивается. С 1 января в России в силу вступило больше 100 законов. Изменения касаются самых важных сфер жизни людей – ЖКХ, экономика и недвижимость. Но знают ли самарцы, что поменялось? Вроде как НДС повысили, больше не знаю. Знаем, что все повышается очень хорошо, ЖКХ и все прочее. И это особенно пенсионеру вообще не радует. А только огорчает. Военнослужащих тоже вроде повышают минимальную выслугу с 20 на 25. А какой-то закон приняли еще о сигаретном дыме? Если сосед курит, мы можем подать на него заявление в милицию, его накажут. Проезд увеличили. НДС увеличили. Проект на рассмотрение НДФЛ. НДС вырос с 18% до 20%. В связи с этим тарифы ЖКХ увеличились на 1,7%. А это подача холодной и горячей воды, газ, отопление и электричество. По предварительным расчетам экспертов, семья из четырех человек, которые ежемесячно платят за коммунальные услуги 4,5 тысячи рублей, должна будет доплатить примерно 180 рублей. С нового года в Самарской области сменился регоператор, который отвечает за вывоз мусора. Что касается 1 января, все под полным контролем, составлены графики движения мусоровозов. У нас выходных, как вы понимаете, нет. С 1 января мусор будет убираться по всей территории области. Это сложнейшая задача, решение которой в одночасье невозможно. Существующая система обращения с отходами себя изжила и движется к коллапсу в ближайшие несколько лет. Мы сейчас создаем принципиально новую систему обращения с отходами, в которую будут вовлечены десятки и сотни предприятий Самарской области. Стартовала и пенсионная реформа. Начиная с этого года пенсионный возраст будет постепенно повышаться. Для женщин до 60, для мужчин до 65. Окончательный переход завершится в 2028 году. Пенсия выросла на одну тысячу рублей. А для дачников в силу вступил новый закон. Теперь существуют два типа земель – садовые и огороднические. В первом случае на участке можно построить только колодцы и сараи – сооружения, которые можно собрать и перенести. Во втором – свободы уже больше. На садовых, соответственно, можно будет строить объект капитального строительства. Но здесь тоже существует ряд новшеств. Во-первых, нужно получать разрешение для его строительства. Однако процедуру упростили. И если в течение семи дней администрация вам не ответит, то считайте, что ваше строительство согласовано, и вы можете приступать к возведению объекта. Не больше трех этажей и не выше 20 метров – таковы критерии для объектов капитального строительства. Тем, кто уже имеет собственность, но не успели зарегистрировать, необходимо узаконить до 1 марта. Для этого нужно прийти в соответствующие органы с техпланом и декларацией. В этом году изменения коснулись и водителей. Акцизы на топливо выросли в полтора раза. А значит, дизель и бензин станут еще дороже. Кажется, пора переходить на экологичный вид транспорта. Так, в Ленинградской области владельцы машин на газу уже плачивают налог со скидкой 50%. А в будущем транспортный налог на электромобили планируют и вовсе отменить. Несмотря на цены на бензин и налоги, есть и хорошая новость. Для большинства автолюбителей снизится стоимость ОСАГО. Это касается тех, кто имеет большой водительский стаж, а также соблюдает ПДД. Так, например, для водителя старше 59 лет и за рулем больше 6 лет скидка 7%. Задача этого закона – сделать тарифы справедливее. Меньше ДТП – меньше цена. Данные изменения, которые вступили с этого года, коснулись в основном водителей, имеющих возраст более 30 лет и стаж более 10 лет. Вот для них уже понижающие коэффициенты за возраст стаж будут применяться в соответствии с изменениями. Новые законы где-то усложняют жизнь, а где-то облегчают. В любом случае, теперь они не являются сюрпризом. Как говорил лидер группы Виктор Цой, перемен требуют наши сердца. Но хорошие они или плохие – покажет лишь время. Данил Лучко, Николай Сидоров, События.